книга открытым оком вопрос 3445 том 21 тема смерть все мы смертные как говорят все умрем да не в одно время что нужно сделать чтобы внезапная кончина неожиданная смерть в аварии или при новом несчастном случае не навредила нам верующим загробную жизнь как все подготовить у себя и в себе чтобы не постыдно предстать на суд божий отвечает игнатий тихонович лапкин книга сирахова 8 39 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь представить себе что вот вышла душа из тела и видит свое сброшенное тело свои неоконченные дела и него что и никак невозможно вмешаться что-то подправить переделать кому-то наказ дать передать отомстить простить как будто ты никогда и не жил настолько далеко будет земля земная история твоя коротенькая сию мгновенная жизнь вздох и впереди только вечность зависящая от этой миллиардной доли секундной нашей 70-летней жизни евангелие от матфея 25 13 и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который приедет сын человеческий евангелие от луки 12 39 вы знаете что если бы ведал хозяин дома в который час придет вор то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой главное привести душу в примирение с богом и это возможно только через принятие иисуса христа своим спасителем поверить что он умер именно за тебя за твои грехи римлянам 5 11 хвалимся богом через господа нашего иисуса христа посредством которого мы получили ныне примирение 2 коринфянам 5 19 бог во христе примирил с собою мир не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирение жить нужно напряженно не рассчитывая на то что вот если сегодня согрешу то еще есть то еще много есть времени пока из езекииля 320 если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно когда я положу пред ним преткновение и он умрет то если ты не вразумлял его он умрет за грех свой и не применят не припомнится ему праведные дела его какие делал он и я взыщу кровь его от рук твоих про плотские дела тоже нужно помнить вовремя сделать завещание постараться перевести все на небо сегодня верующие заботятся они верующие взрослых детях они верующих внуках им их квартиры и достаются считаю это полным безумием и подтверждением что жили не под водительством духа божия неужели первые христиане не имели детей и внуков как же они своими домами так умно распорядились евангелие от луки 12 33 продавайте имение ваши и давайте милостыню приготовляйте себе влагалища не ветшающие сокровище не оскудивающие на небесах куда вор не приближается и где мой не съедает деяние 245 и продавали имение и всякую собственность и разделяли всем смотря по нужде каждого 4 царств 20 стих 1 и так простите так говорит господь дел сделай завещание для дома твоего ибо умрешь ты и не выздоровеешь завещание многие делали но есть завещание которые остались на века как у владимира мономаха сильвестра домострой про керемия 35 14 слова ионадава сына орехавого который завещал сыновьям своим не пить вина выполняются и они не пьют до сего дня потому что слушаются завещание отца своего а я непрестанно говорил вам говорил с раннего утра и вы не послушались меня нужно научиться каждый день и даже каждый час жизни своей считать последним мысленно прощаться совсем белым светом совсем что нам дорого что окружает нас что как-то к нам относится что будет после нас этот вопрос только в плане превосходной степени должен ставится чтобы после нас было лучше и устремленная в небеса к престолу благодати божией как бы остаться с теми кого любил закрепиться в том деле которое несло прославление создателю а что к вечности не относилась то нужно было немедленно к тому развернуть и лишиться того вовремя чтобы не тяготила в час и миг расставания с белым светом разыграй сцену что сегодня ты в заложниках и уже ничто тебе не принадлежит но дали возможность дать завещание дать наказы своему друзьям вот это и нужно сегодня же притворить в жизнь соломон пережил такие минуты сомнений игорь клесянс 2 18 и возненавидел я весь труд мой которым трудился под солнцем потому что должен оставить его человеку который будет после меня благо если у тебя есть друг о котором можно сказать что это второе твое я серахова 31 4 7 умер отец его и как будто не умирал ибо оставил по себе подобного себе при жизни своей он смотрел на него и утешался и при смерти своей не опечалился для врагов он оставил в нем мстителя а для друзей воздающего благодарность канонами борец сайт фарисей бьет по столу остатком книги правил слова его на мелкая просей что после встречи он в тебе оставил после беседы горы угольков он суховеем носится в эфире все выводы от слова далеко он бьется до падучей в собственном сортире века плелись ползли гада летели над супер сносной верой в иудеи до самосохранения дотронуться не смели в одежду самоправедности мертвеца одели самария им кость не у собаки в горле она на канонической усадьбе мертвецов особенно святоши в обход на праздник перли свой виноградник что давным давно засох в христовой притче а самарянине по мнению евреев столько богохульство что будто он добрее и не протопало мимо понятно правоверные до кризиса надулся да как же можно не другов возвысить да с ними же нельзя не петь не говорить они же хуже псов или церковной крысы они все изуверы стоит до вы не стоит давнишней поры но самарянкой встреча у колодца закрыла бездну злобы канонистов победный стяг любви воздвигнут был над злостью стихарь а не стихарь а мы иисусом чисто каноны все любовь испепелила и в духе с истиной ликуют самаряне храм оказался пуст и вскоре стал могилой спасение только здесь рек старовер упрямый каноны данные для жизни умертвили плюют в колодец наш в евангельскую веру вода от самарян и к нам течет обильно законник стал последним а убеждал что 1 10 мая 2007 год игнатий лапкин